В областном центре семь музыкальных школ и одна художественная. В четверг межведомственная комиссия в составе представителей общественного совета, мэрии, МЧС и полиции посетила все и оставила директорам замечания. Помарок немного и они несущественные, но устранение срок до 26 августа. Эта проверка требует колоссальной подготовки. Она идет на протяжении всего учебного года. От проверки предыдущей выполнения, замечания, рекомендации, которые были рекомендованы к началу того учебного года и к началу этого нового года. Мы исправляем эти и делаем работу новую. Красим, клеим, убираем, готовим новые инструменты, делаем запасные выходы, ремонтируем. Все, 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 чтобы школа полностью прошла проверка. В музыкальной школе номер 5 обучение проходит 270 детей. 20 из них по программе предпрофессиональной подготовки. Руководство школы к безопасности учеников относится трепетно, поэтому тщательно выполняют все требования МЧС. Проверяем, прежде всего, пути эвакуации, первичное состояние пожаротушения, систему противопожарной защиты, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения, документацию, журналы инструктажей, инструкции по пожарной безопасности, обучение ответственных лиц. То есть все эти моменты. Территорию перед школой проверят также сотрудники ГИБДД. Образовательное учреждение должно быть безопасным и комфортным. Пятая школа подготовилась к началу учебного года, обновив инструменты. Почти на полмиллиона купили два аккордеона и цифровое пианино. Музыкальные школы теснятся в своих помещениях. Не хватает этих помещений. Особенно те, что располагаются в общеобразовательных учебных заведениях. Естественно, что им надо развиваться, все больше и больше первоказчиков приходит. Но мы не можем снижать качество обучения в музыкальных школах. И, конечно же, сейчас работаем над тем, чтобы либо дополнительные помещения, либо расширение имеющихся помещений помогли нам справиться с этой проблемой. Всего в 2019 году на ремонт и приобретение новых музыкальных инструментов выделили больше трех миллионов рублей из городской казны.